Здравствуйте, это наш Новосибирский диалог и я Вячеслав Горчуков. Новосибирцам предлагают отправиться на работу на велосипеде и получить за это подарки. А еще поучаствовать в дискуссиях о развитии велодвижения в городе. Все это ожидает нас на Европейской неделе мобильности, которая стартует на днях. Подробности расскажет руководитель общественного движения «Привет велосипед» Алексей Куницын. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Я правильно понимаю, что это уже условное название Европейская неделя мобильности, поскольку скорее она мировая. Там около 42 стран, если не ошибаюсь, участвуют. 42 страны участвовали в прошлом году, в этом году, я думаю, еще больше стран. Вы правы, она начиналась как инициатива в одной из европейских стран, точнее, нескольких стран. Сейчас уже страны Латинской Америки, Азии присоединились. Ну, собственно, Россия уже второй или третий год участвует, и Новосибирск активно два года участвует. Ну, давайте тогда раскроем детали. Вот смотрю программу, да, и 21-22 сентября предлагают отправиться на работу на велосипеде в очередной раз. Но на этот раз будут давать подарки. Давайте об этом расскажем. Да, то есть есть Европейская неделя мобильности, такая, скажем так, большая программа, набор акций, каких-то разных действий. Но, как бы, самая известная такая акция в рамках Европейской недели мобильности, это на работе на велосипеде. Она тоже происходит во многих странах мира. Россия тоже активно участвует, но Новосибирск, до этого, как бы, он больше формально происходил, в этом году активно. При этом велосипед делает свою точку активности на площади Ленина, в сквере, которая находится на пересечении улицы Родженикидзе и Красного проспекта. Там будет наша точка находиться, собственно, где можно будет получить какие-то приятные сувениры, которые те, кто приедет на велосипедах. От нас там будут какие-то светоотражающие штучки, мы делаем буклеты. Плюс будет возможность в игровом формате тест на ПДД пройти, водичку мы будем давать и какие-то питательные штучки. То есть на велосипеде это активно же все-таки такая поездка. Энергию тратят, да. Да, энергию тратят люди. И мы, собственно, предлагаем восполнить для тех, кто доехал до нас на велосипеде и поедет дальше на работу, наверное, восполнить частичку затраченной энергии. Вот. И партнеры акции, я думаю, со всеми партнерами вы можете познакомиться на сайте «Прият велосипед» организации. Партнеры акции, это порядка уже там, наверное, 50 точек в городе, они дают какие-то бонусы для тех, кто приедет в этот день на велосипеде. Вот какие, например? Тоже питательные? Ну, кофейни, например, дают пончики. То есть есть пиццерии, они дают, например, второй кусочек пиццы. То есть покупаешь кусочек пиццы, второй получаешь. Есть другие заведения, где-то какие-то разные напитки дают. То есть, ну, приехал, назвал, как правило, пароль нужно назвать, но он очень простой, «Прият велосипед». И сейчас я подсказал тем, кто будет не на велосипедах. Но тот уже на честность, да. На честность, ну и плюс все-таки большинство каких-то кафе, заведений, которые участвуют, они находятся на первых этажах. То есть, я думаю, может, где-то действительно будет отслеживать, что они на велосипеде. Ну и в конце концов, задача же не только раздать условно эти пончики людям, чтобы они их скушали. А задача как бы подчеркнуть, что езда на велосипеде как бы абсолютно реальна. Ну и те, кто ездит, как бы они просто получают такой маленький бонус, скажем так, приятную, ну, плюшку буквально. Для кого-то буквально плюшка будет. Зачем это нужно кафе и ресторанам? Зачем им пересаживают людей на велосипеды? Вот это очень важный вопрос, потому что кафе и рестораны – это бизнес, да. То есть, и бизнес, он такой, как принято считать, он достаточно прагматичный, да. То есть, если там вот общественные организации, как наши, могут что-то делать за идеей, то бизнес, прежде всего, работает ради прибыли. И вся мировая статистика, все тенденции показывают, что при увеличении числа велосипедистов в городе, вот такие заведения, как кафе, рестораны, какие-то маленькие там парикмахерские, то есть, сфера услуг небольших, такие заведения, они, наоборот, получают выгоду. Потому что велосипедист – это тот покупатель, который, ну, мы, во-первых, сами понимаем, он может подъехать к любому заведению, он может припарковаться у любого заведения. На машине это же сложнее, да, соответственно, бизнес понимает, что увеличивая количество своих клиентов на велосипедах, они просто увеличивают количество клиентов вообще своих. У вас еще запланированы велоуроки для учеников одной из гимназий, но у меня такой вопрос. В принципе, это не ново, вы действительно, даже взрослых людей учите кататься на велосипедах, кто еще не умеет. Но вот у меня вопрос относительно детей. У нас пока еще достаточно агрессивная среда в городе для велосипедистов. А как вы будете детей учить? Тем правилам, которые существуют сегодня, в том числе негласные, да, в виде велосипеда, так, чтобы тебя не задавили? Или это какое-то экстремальное вождение будет? Как вы их будете готовить к городским улицам? Ну, на самом деле, как бы, вот вы говорите, что есть, как бы, жизнь, а есть не жизнь. Мы будем готовить ребят, готовим обязательно соблюдать правила дорожного движения. Ну, и для детей все-таки нужно учитывать, что дети ездить обязаны по тротуарам, да, то есть мы велозанятия проводим для детей, которые, там, 9, 8, 10 лет. То есть те, кто обязаны еще ехать по тротуарам. И с тротуарами ситуация в Новосибирске, ну, последние несколько лет все-таки улучшается, много реконструируется. Соответственно, условия все-таки с точки зрения какой-то пешеходной немного улучшаются, ну, а для детей улучшаются, получается, и велосипедные условия. Нет, мы только призываем соблюдать правила дорожного движения, потому что понимаем, что мы работаем с будущими пользователями транспорта, да, которые будут самостоятельно уже передвигаться на автомобилях, на общественном транспорте, на велосипеде уже по дороге поедут или, надеюсь, по велодорожкам. Но о том, как использовать разные виды транспорта, чтобы, допустим, добраться на работу или каждый день добираться на работу или по делам, вы, в том числе, будете на дискуссиях рассказывать, так называемые печи-кучи. Вот об этом расскажите подробнее. Да, мы решили повторить второй год подряд это выступление с докладами, где каждый участник, ему отводится 7 минут, и там жесткий регламент, на каждый слайд там дается 15 секунд, и ты должен быстрее высказывать свою мысль. А в этом году мы собираем представителей велосипедных сообществ. Велосипедных сообществ в Новосибирске уже ни одно, ни два, ни три, ни четыре, ни пять. Их гораздо больше, а это показывает, что не только при этом велосипед какие-то такие ребята, которые фанатики придумали что-то себе. Мы хотим показать, ребят, смотрите, коллег становится все больше. И вот эта печи-кучи будет посвящена велодвижению конкретно, где мы будем, хотим всех, во-первых, друг с другом познакомить, хотим познакомить там сибирцев, кто придет на эту встречу с другими велосипедными сообществами. Вот, и, собственно, я надеюсь, что вот эта встреча, она приведет, возможно, к формированию некой, возможно, в будущем коалиции, в которой будут представлены какие-то общие интересы для всех пользователей велосипедного транспорта. То есть, я честно скажу, не все разделяют, например, наше взгляды, что нужны выделенные велосипедные дорожки. Алексей, ну, у нас пока нет в городе выделенных велодорожек в большом количестве, да, их можно пересчитать по пальцам. Но скажите, есть ли какие-то подвижки в Новосибирске, признаки того, что среда меняется и становится удобнее для велосипедистов в частности? Я считаю, что действительно какие-то изменения происходят. А я сразу скажу честно, я не хочу никого хвалить там или ругать. Происходят изменения крайне медленно, то есть, у нас ушло несколько лет, чтобы с нами начали разговаривать, как вот вы правильно сказали, не как с фанатиками, а как все-таки с экспертами. И мы понимаем, что какие-то изменения, то есть, это прежде всего должны быть изменения, какие-то характерно нормативные, включаться какие-то в градостроительные планы Новосибирска. И вот такие изменения произошли буквально в этом году, вылились во включение велосипедной инфраструктуры в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года. В этой программе есть велосипедные дорожки. Новосибирск, приняв эту программу, взял на себя обязательства по созданию единой сети, подчеркиваю, сети велосипедной инфраструктуры в городе Новосибирск. Где-то это выделенные полосы для общественного транспорта, потому что велосипедисты могут ездить по этим полосам, соответственно, можно каркас вот этих выделенных полос использовать, в том числе для передвижения на велосипеде, хотя я считаю это как временное решение. Второе. Где-то, возможно, будет делаться совмещенными с пешеходными зонами. У нас есть тротуары, которые шириной по 5-6 метров, и если мы сможем полтора метра, скажем так, взять для велосипедной дорожки, это не будет мешать. Но самый важный вариант создания отдельной велосипедной инфраструктуры, и в эту программу заложено больше 20 километров создания велосипедных дорожек. Ну и самое главное, что мэрия сейчас, Совет депутатов, принимает эту программу, и они обязаны ее будут реализовывать. А мы к общественнике, мы проследим, чтобы вот это реализовывалось. В следующем году уже должен появиться пилотный участок велосипедной дорожки, и я надеюсь, это будет тот участок, который позволит правильно стартануть с развития велосипедной инфраструктуры в городе. Алексей, спасибо большое за сегодняшнее интервью. А я напомню, о предстоящей Европейской неделе мобильности мы говорили с руководителем движения «Привет! Велосипед» Алексеем Куницыным. Это был наш Новосибирский диалог. Приятных вам велопоездок!